Все успешные люди состоялись, так как они нашли свою идею на миллион о том, как развивать бизнес на территории Ненецкого округа, какие проекты можно реализовывать, как начать свое дело и на какую поддержку можно рассчитывать. Об этом в прямом эфире вам будут рассказывать эксперты. Я приветствую руководителя фонда по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Алексея Попова. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Алексей, на самом деле говорить много есть о чем, а времени всего 30 минут, поэтому постараемся уместить всю полезную информацию в отведенное для нас время. Совсем недавно прошел конкурс грантов, где предприниматели смогли получить средства на развитие своего дела. Расскажите, пожалуйста, как проходил отбор претендентов на победу, какие приоритеты расставлялись с вами как членами жюри? На самом деле давно были опубликованы порядки о том, что начинается конкурс грантов. То есть была финансовая поддержка. Это три положения, три порядка. Первый порядок — это грант на начало бизнеса, который предоставляется начинающим предпринимателям. Второй порядок — это возмещение части затрат по уплате аванса, части аванса по договору лизинга. И третий порядок — это возмещение части затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности. И по всем этим порядкам предприниматели принимают активное участие, то есть заявляются и приносят свои заявки в Департамент финансов, экономики и имущества низко-автономного уровня. А вот третья позиция — это новая или она тоже всегда была? Нет, это все в одно время были опубликованы эти порядки. И раньше тоже было такое направление? В прошлые годы тоже это было. В этом году продолжили, так сказать, позитивную практику администрации округа. А мы, фонд, мы помогаем предпринимателям участвовать в этих конкурсах. То есть предприниматели к нам приходят, мы им помогаем оформить все документы, чтобы податься на эти конкурсы. Значит, если говорить про гранты, на конкурс грантов было предоставлено 17 заявок. Для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, надо было написать бизнес-план, собрать необходимый пакет документов. И вот таких, в принципе, предпринимателей, которые были готовы получить, участвовали в этом конкурсе, 17 предпринимателей. Но из 17 поддержку получили только 7, потому что поддержка осуществляется в пределах бюджетных ассигнований. То есть конкурс был очень жесткий. Это большое количество, 17 человек? 17, да, это большое количество. Даже в сравнении с прошлым годом, можно сказать, что активность предпринимателей в этом году по сравнению с предыдущим годом значительно выросла. Это только по конкурсу грантов. Также были предоставлены заявки на возмещение части затрат по уплате авансового платежа по договору лизинга. Поддержку получили только четверо, потому что у некоторых предпринимателей не соответствовали заявки и так далее. Ну и на возмещение части затрат, но по третьему порядку, на возмещение части затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности, заявилось в департамент финансов экономики имущества 24 заявки получены. То есть, что касается вот этого третьего порядка по вот этой вот субсидии, по возмещению части затрат, там он носит не конкурсный характер, а заявительный. То есть предприниматель в любое время, с момента опубликования данного положения, может приносить свои фактически понесенные затраты, оформлять документы и получать возмещение. Кому отдавались приоритеты? Каким направлениям? Приоритеты, они так же, как и в прошлом году, но в этом году еще расширили. Самое приоритетное для нас это сельское хозяйство в регионе, производство различное. В настоящее время это и образовательная деятельность, информационные технологии и так далее. То есть, если взять, посмотреть из тех, кто у нас получили сейчас вот эти гранты, это из семи заявок, четыре заявки от представителей, которые оформились в качестве крестьянско-фермерских хозяйств. Они все получили гранты. А размер вот от до? Максимальная сумма гранта 500 тысяч рублей, то есть полмиллиона. А что они на эти средства? Средства на самом деле для развития сельского хозяйства не очень большие? Да, деньги небольшие, но наша позиция, чтобы эти деньги, они не были условием того, что если я получу грант, значит, я буду вести свой бизнес. Если я не получу эти деньги, то я не буду. То есть, чтобы это не было условием. Наша позиция — это поддержать. Поддержать предпринимателя, который уже серьезно утвердился в своем намерении. И вот мы, в принципе, таких предпринимателей поддерживали. Оценивались количественные и качественные показатели. Вот если взять программаты, количественные показатели, они оценивались на основе бизнес-плана, потому что это начинающие предприниматели. И их, по сути, еще бизнес только начинается. Начинатели они. Даже, можно сказать, еще не предприниматели, а начинатели. Это будет даже грамотнее. И они приносили бизнес-планы. И в бизнес-планах указывали, сколько они собираются создать рабочих мест, сколько они собираются, какое производство вести, какие услуги оказывать и так далее. И на основе вот этого мы в фонде совместно с Департаментом финансов, экономики и имущества оценивали вот это вот количество показателей. Это бюджетная эффективность, социальная эффективность, рентабельность проекта, количество созданных рабочих мест и ряд других показателей. Какая вообще общая сумма была на предоставлении грантов, вот как по лизингу, так и на развитие своего дела? Общая сумма, на самом деле, не очень, ну, небольшая. Это на гранты было выделено всего 3 миллиона в этом году. Поэтому у нас из 17 было одобрено только 7. Это не говорит о том, что все остальные 10 заявок, они... Плохие. Да, они просто были чуть, ну, следующие после вот этих вот 7. Ну, а давайте поясним, когда они могут в следующий раз претендовать на гранты? Мы надеемся, что в ближайшее время администрация округа выделит еще дополнительные средства на поддержку предпринимательства, в частности, на гранты. Потому что проекты очень достойные. И мое мнение, и мнение моих коллег, что надо поддерживать предпринимателей, которые действительно собираются заниматься делом, которое нужно для нас всех, для округа. Вот крестьянско-фермерские хозяйства, о которых вы говорили, это по большей части на территории города или есть сельские населенные пункты? Потому что, насколько мне известно, летом вы ездили по деревням, проводили там работу образовательную, да? Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Ну, насчет из тех, кто у нас получили вот эти вот гранты, это, например, крестьянско-фермерское хозяйство, это Латышева Александра Альбертовича. Он в поселке Несь. Далеко? Да, на западе. Он собирается содержать крупно-рогатый скот. То есть мини-молочная ферма. У него уже есть несколько коров, и он хочет еще дополнительно купить. Одна корова стоит порядка 100 тысяч рублей. И непосредственно, ну, затраты такие внушительные. Да, и на перевозку, и на закупку животных. И он непосредственно под это просил грант. Аналогичный бизнес-план был и у Александра Григорьевых. Он в селе Тельвиска. Сейчас в Тельвиске, на самом деле, только одна корова. А вот он хочет еще дополнительно создать такую мини-ферму, чтобы поселковых жителей снабжать свежим молоком. Мы тоже были в Тельвиске, еще встречались с местными предпринимателями, с ним тоже в частности. Так это вот после вашей встречи идея зародилась? Нет, он давно, еще весной он захотел этим заниматься. И вот ждал, когда наконец-то будут выделены эти средства. Он уже начал свое дело, ну и вот мы его, собственно, поддерживаем. Вот вы когда ездили в населенные пункты, много ли таких вот тоже предприимчивых молодых людей в населенных пунктах, которые бы хотели начать свое дело? Знаете, в населенных пунктах, вот когда мы приезжали, предпринимателей было не так много. Основная сфера предпринимательства в населенных пунктах нашего округа – это торговля. С чем это связано? С тем, что емкость рынка, она очень ограничена в поселках. Какие-то там производства везти, ну это невыгодно. Самое выгодное – это либо фермерское хозяйство, либо сфера торговли. Но даже в сфере торговли предприниматели сталкиваются с очень большими трудностями. Это очень большая доставка, стоимость доставки. Это до Наринмара довезти нам, жителям города, кажется, уже дорого. Доставка. А им еще, чтобы от Наринмара довезти до, допустим, Великовисочного или Лабожского, Оксина, стоимость еще увеличивается в два раза по доставке. Действительно, к нам тоже звонят жители в населенных пунктах и жалуются на то, что у них очень дорогие продукты. Но вот ничего не поделаешь, предприниматели сами решают, какую ценовую политику им ввести. Да, в этом отношении администрация округа помогает, возмещает часть затрат по определенным видам товаров для предпринимателей, которые оказывают продовольственную безопасность. Спички, соль, грубо говоря, да? Да, часть затрат по перевозке возмещается. Но это все равно недостаточно, чтобы хотя бы... Ну, я думаю, что можно расширить эти меры поддержки и на другие товары. Потому что, ну, одной мукой, там, рисом, сыт не будешь, солью. Поэтому, на самом деле, на наших встречах было не так много народа. Предпринимателей в Кельвизске у нас было на встрече три человека. В Оксина четыре. Есть в Оксина предприниматель, который ведет свое крестьянско-фермерское хозяйство, разводит кур, свиней. Но он говорит, что сейчас это невыгодно. Потому что от округа поддерживается только крупный рогатый скот. А вот мелкие такие производства пока... Да, и птицы, и свиньи, в принципе, вот... Ну, он говорит, что это невыгодно. Ну, не знаю. А есть практика какая-то? Кто бы сказал, что это выгодно? Потому что мы развиваем сельское хозяйство. Ну, на самом деле, вот практика НИСИ, практика Тельвизки. Есть два предпринимателя, которые готовы этим заниматься. Хотят, они уже просчитали свои бизнес-планы и пришли к выводу, что это выгодно. Но это крупный рогатый скот. И там будут... Они могут подаваться на субсидию по молоку. То есть на каждую литру молока, на конечный продукт, есть от администрации как раз дополнительные субсидии. Насчет свиней, кур, такого, к сожалению, пока нет. Ну, дай бог изменится ситуация, потому что люди хотят заниматься сельским хозяйством. Очень трудно порой начинающему предпринимателю, просто человеку, который еще даже не вошел в предпринимательство, найти идею, твою идею на миллион. Вот фонд, он может предложить какой-то продукт уже готовый, разработанный к реализации? Мы сейчас в фонде выявилось... Ну, одно из наших направлений деятельности — это проекты развития. То есть мы просчитываем финансово-экономическую составляющую различных проектов. и оформляем, по сути, инвестиционный бизнес-план, на основе которого, если найдется предприниматель, который готов этим заниматься, мы ему дадим с радостью и покажем, расскажем, как это, что сделать, юридическую консультацию, бухгалтерскую, все, что угодно, всем, чем можем, поможем. Сейчас составлен в фонде проект по частному детскому сайту. Он, в принципе, выгоден, рентабелен, и мы ждем предпринимателей, которые готовы этим заниматься. И округ, в частности, администрация округа, заинтересована в том, чтобы в нашем регионе появился первый полноценный частный детский сад. Вот у нас есть сейчас возможность раскрыть немножко карты, рассказать, что это за проект. Проект у нас просчитан на 25 детей. Стоимость... Данный проект, на самом деле, будет выгоден при условии, что будет определенная поддержка со стороны округа, в частности, возмещение части затрат. Потому что, наверное, стоимость посещения слишком велика. Да, потому что родитель будет не готов платить за... Сколько? 20-25 тысяч? У нас просчитано, что стоимость отвезти ребенка в частный детский сад будет такой же, как и в государственной. А основную часть недополучной прибыли будет возмещать государство. Сейчас стоимость одержания одного ребенка в государственном детском саду составляет порядка 34 тысяч рублей. Если в частном детском саду, это чуть пониже показатель, примерно на 10 процентов. И часть из этой суммы платит родитель, это в размере до 5 тысяч, допустим, или 5 тысяч. А остальную часть возмещает государство за оказанную услугу, по факту выполнения услуг. Но данный механизм еще пока не проработан. Данный механизм, да, прорабатывается. И сейчас ведутся активные обсуждения в администрации округа, каким образом создать все благоприятные условия для того, чтобы все-таки появились предприниматели, которые захотят этим бизнесом заниматься. Вот еще одна проблема существует. Помещение должно быть определенное. У нас есть такие помещения в городе? Можно это разместить в частный детский сад. Сейчас на федеральном уровне, специально под учреждение данного типа, именно частное, создан специальный норматив, САНПИН. Или, ну, в общем, норматив санитарный. Да, санитарные нормы, которые гораздо более либеральные, чем для нежилых помещений, чем для государственных детских садиков и так далее. Поэтому данный детский сад можно открыть в жилом помещении, допустим, в частном доме. Почему бы нет? Для этого там требования не такие серьезные. Вполне это возможно. Главное найти, да, чтобы был... Если у кого-то есть дом, то почему бы нет? На самом деле, большая часть затрат вот в данном нашем бизнес-плане составляет именно аренда помещения. То есть если у человека есть дом, то это гораздо выгоднее будет. И плюс предприниматель может же зарабатывать на дополнительных услугах. Крышковая деятельность, либо что-то еще. Да, родители с радостью будут платить за то, чтобы их ребенок развивался. За дополнительные услуги, логопед, там английские всякие лепки, рисование. Тем более платежеспособность населения в Ниндзьском округе, она выше, чем, допустим, в среднем по России. Поэтому если есть кто-то из предпринимателей, которые готовы этим заниматься, то мы с радостью их ждем. А есть уже желающие или еще никто не обращался? Потому что действительно все, что связано с детьми, это достаточно сложно, это достаточно рискованно, а вдруг не получится, а вдруг вот еще какие-то моменты всплывут, с которыми человек не сможет справиться. Ну, работа с детьми, она требует определенного образования. Да, там же надо и педагогов найти. Да. Предприниматель, на самом деле, это, ну, на мой взгляд, это человек, который организует процесс. Это есть даже такое понятие, как надо убить в себе этих норя. То есть предприниматель организует процесс и наблюдает, и направляет его. Чтобы вести образовательную деятельность, работать с детьми, это уже нужно, надо просто нанять специалистов, которые будут работать. Ну, я думаю, что сейчас вот люди услышали, что это достаточно выгодно быть, может быть, к вам будут обращения. А есть еще какие-то проекты, по-моему? Да, есть проект, допустим, сейчас масштабный такой большой инвестиционный проект мы разработали, это «Нау Арктика», то есть туристический кластер. Там надо первоначально инвестиции, порядка 40 миллионов, и окупаемость его 3 года. При условии, если будет тоже определенная поддержка, небольшая поддержка в размере 10% субсидия на авиаперевозку. Это уже непосредственно не с большой земли, грубо говоря, а к месту отдыха. Да, сейчас у нас туризм в округе, это вип-туризм, по сути. То есть, чтобы прилететь и куда-то полететь, на охоту, на рыбалку, это надо большие... Толстый кошелек имеется, чтобы арендовать вертолет. Да, то есть вип-сегмент. У нас вот этот проект рассчитан именно на сегмент среднего класса. Когда человек, сидя в Москве, берет, покупает путевку, выходит в пятницу вечером со своего офиса в Москве и в Петербурге, садится на аэроэкспресс, самолет, прилетает сюда, к нам в округе, в округ. Путевка, по нашим расчетам, составляет всего лишь 19 тысяч рублей. И в эту уже стоимость, включена стоимость и по авиаперелету. Но это при условии, опять же, если будет окружная субсидия. Да, окружная субсидия в размере 10% от стоимости авиабилета. То есть чартер, ну, надо очень... Одно из условий, это очень масштабная рекламная компания требуется. То есть она заложена в стартовые вот эти инвестиции, когда округ, надо придумать какую-то легенду, придумать свой бренд, стиль и так далее, чтобы заманивать сюда. И на федеральном уровне самое главное. Да, на федеральном уровне везде рекламная рекламировать, что давайте, приезжайте, тем более уникальный край, и здесь мало кто был, поэтому повидать здесь есть чего. А куда конкретно предлагается направлять туристов? Направлять туристов непосредственно рядышком здесь в дорожной досягаемости от аэропорта. То есть это может быть участок либо рядом с турцентром, либо, может, территория самого турцентра. На вертолете их туда висит? Нет. А вот на вертолете, да? Нет, на вертолете это уже отдельно туристические компании местные, окружные, они тоже будут, так сказать... Принимать участие? Да, принимать участие в реализации вот этого туристического кластера, и они могут рекламировать свои услуги на базе вот этого масштабного такого предприятия и брать себе часть клиентуры. Потому что некоторые туристы захотят посетить и дальше, слетать там в Амдерму, кто-то захочет на Колгуев. Там экзотики хочется. Да, кто-то на Вашуткинские озера, там, по рыбачке и так далее, на Канин, каменный город. Брать их и везти уже дальше, куда хотите. У нас вот в этом проекте в первую очередь акцент на тур выходного дня. И этот тур выходного дня, чтобы он... Цель была сделать его таким, чтобы он был конкурентоспособен на рынке туристических услуг других регионов. То есть 18-19 тысяч — это нормальная цена, за которую можно на одного человека прилететь сюда и отдохнуть на выходных. То есть в воздухе, на природе. Да, посмотреть округ. И плюс эффект еще будет мультипликативный. То есть они будут покупать здесь магнитики, сопутствующие товары, там, народных промыслов и прочее. То есть проект позитивный. Осталось только продумать механизм, как это сделать. Это надо... Мы это видим в рамках концессионного соглашения между округом и потенциальным предпринимателем-инвестором. Надо составить соглашение, техническое задание. То есть что мы видим, что округ видит. Округ дает земельный участок, дает свои биоресурсы и дает субсидию на авиаперевозку, на чартерную авиаперевозку. Поэтому здесь надо, чтобы появился желающий. Мы сейчас будем вот этот проект рекламировать, рассказывать про него. В ближайшее время приезжают к нам туроператоры крупнейшие, это Стур, Курово и так далее. Они даже в эту пятницу уже прилетают. Поэтому с ними встретимся, расскажем им про этот проект. А этот проект, он достанется предпринимателю бесплатно? Или ему нужно будет, помимо вот этих инвестиций, 40 миллионов, еще какую-то часть заплатить за идею? Нам ничего платить не надо, ну, в частности, фонду. К реализации данного проекта будет допущен тот, кто победит в концессионном конкурсе. А, то есть будет проводиться конкурс. Да, концессионный конкурс. И тот, кто победит, тот и будет реализовывать. Вот, кстати говоря, вы сказали про то, что начальная стоимость этого проекта, вернее, та сумма, которую должен обладать предприниматель, 40 миллионов. Но зачастую у начинающего предпринимателя нет, грубо говоря, 10 тысяч рублей, чтобы начать. А вот фонд, он способен помогать таким предпринимателям в плане материальной поддержки? Ну, финансовая составляющая нашей деятельности, это вот мы реализуем меры господдержки, это гранты, субсидии. В ближайшее будущее мы вносим изменения в устав, и мы становимся микрофинансовой организацией. Мы будем выдавать микрозаймы предпринимателям, до миллиона, может, даже в ближайшее будущее, если на федеральном уровне будет принято соответствующее постановление, до 3 миллионов под низкий процент, под лояльный процент. Также, если не хватает вот этих денег, там миллиона, то предприниматель может пойти в банк, взять кредит, а мы выступим как поручитель, чтобы не закладывать свою там квартиру, машину и прочее. мы становимся поручителями этого предпринимателя по его проекту. А почему вот возникла идея стать еще и вот исполнять функции микрофинансовой организации? А это сразу, когда создавался фонд, сразу у него была задача быть микрофинансовой организацией, так как в недалеком прошлом поменялось, вот совсем недавно, точнее, поменялось законодательство и сейчас у всех микрофинансовых организаций должно быть определенное название, то есть которое должно содержать именно словосочинание микрофинансовой организации, поэтому мы вносим изменения устав соответствующие. И после того, как мы внесем эти изменения, после того, как нам региональный бюджет перечислит деньги на ведение уставной деятельности в данном поле, мы сразу начнем. Это у нас все документы уже готовы. То есть в этом году можно сказать, что вы уже получите этот счет? Мы надеемся на это, но сейчас ситуация с бюджетом, сами знаете, сложная, поэтому надеемся, что со следующего года в любом случае будет это запущено, потому что поддерживать предпринимательство надо в любом случае, потому что предпринимательство это основа нашей экономики. А какие еще планы по работе фонда на ближайшую перспективу? Ну, мы дальше занимаемся проектами развития, у нас их порядка 14 различных проектов, мы их просчитываем, то есть мы сейчас с вами только о двух поговорили. У нас программа называется «Идея на миллион», она выходит дважды в месяц, может вот прям брать конкретную идею и обсуждать. Да, мы с радостью, с радостью, конечно, пообсуждаем, тем более, может даже кто-то из зрителей телеканала выскажет какие-то свои пожелания, может и какое-то экспертное мнение, это будет очень здорово. Также будет здорово, если люди будут приходить к нам в фонд и тоже делиться своими идеями. Да, и в будущем, конечно, приглашайте, мы примем участие в различных таких обсуждениях. Конечно, будем приглашать, и вы можете сейчас обратиться к предпринимателям непосредственно в завершении программы, пригласить, рассказать, куда они могут приходить, с какими вопросами, какую помощь вы им можете оказать? Пожалуйста, то есть предприниматели, приходите к нам, мы вас ждем по адресу Арктический переулок 3, это поселок Факел, Наринмар, нефтегаз, мы там вам с вами побеседуем, если вы только планируете создать свой бизнес, то мы проконсультируем, какую форму арктизационно-правовую форму выбрать, какую систему налоговожения, то есть юридические консультации, различные бухгалтерские, если у вас уже есть какой-то бизнес, то не хватает может быть каких-то знаний финансовых, экономических, то приходите, мы тоже вам поможем, также в ближайшем будущем, когда мы запустим микрофинансовую деятельность, мы будем выдавать микрозаймы, это очень хорошее подспорье для того, для пополнения оборотных средств, гарантийную деятельность тоже мы запустим, то есть сможем выступать как поручители по кредиту, ну и приходите знакомиться с нашими проектами, которые у нас есть, и высказывать свое мнение, потому что проекты интересные, мы занимаемся проектами, которые действительно нужны округу, и которые имеют определенный спрос на рынке на нашем. Я думаю, что у вас и так нет недостатков предпринимателей, которые к вам приходят, но если больше будет, то это, конечно же, лучше. Я вас благодарю за участие в программе, напомню, что это была программа «Идея на миллион», и гостем в студии был руководитель фонда по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Алексей Попов. Увидимся, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова